Пока рыба маринуется, чеснок режу на тонкие пластинки. Смешанный аромат рыбы, обжаренных кусочков белого хлеба. Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами канал «С дедом за обедом» и я, Александр Чернов. Сейчас приготовлю простенький рецепт рыбки в средиземноморском стиле, запеченную с овощами, с тонким ароматом ригани и тимьяна. Оставайтесь со мной! Для приготовления рецепта мне необходимо рыбное филе, лук, чеснок, соевый соус, уксус винный, масло растительное, хлеб белый мякиш, помидоры черри, тимьян, орегано, сахарный песок, лимон, соль, перец по желанию. Первое, что мне необходимо сделать, это маринад. В глубокую посуду вливаю растительное масло, именно растительное, не оливковое, потому что температура задымления оливкового масла 200 градусов, а мне в этом рецепте этого не надо. Далее соевый соус, винный уксус, у меня белый. Немного перемешаю. И сюда же отправляю сахарный песок, тимьян и орегано. Также перемешиваю. Перец и соль можно добавить по вкусу. В соевом соусе соли, на мой взгляд, и без того достаточно. Маринад пока убираю в сторону и режу луковицу на полу кольца. Лук порезан, отправляю его в маринад. Мариноваться лук будет вместе с рыбкой, поэтому сюда же кладу филе рыбы. Лук отодвигаю и кладу кусочки рыбы. Далее лук сдвигаю с другой стороны и второй кусочек. Накрываю рыбу луком и оставляю на 30 минут для маринования рыбки. Пока рыба маринуется, чеснок режу на тонкие пластинки. По прошествии 30 минут рыбу извлекаю из маринада. Перекладываю в отдельную посуду. И добавляю в маринад уже чеснок. Перемешиваю чеснок в маринаде. Аромат от маринада очень приятный. Далее форма для запекания. В нее равномерно луковую подушку с помощью шумовки. После этого сверху кладу рыбу. Духовку в это время уже поставить можно на разогрев. Вслед за рыбой помидоры. Далее кусочки хлеба. И маринад, которым в первую очередь я полью кусочки хлеба. Если вы не любите винный уксус, то в рецепте можно использовать сок лимона. Может быть это будет даже еще и лучше. Блюдо отправляю в разогретую духовку при температуре 200 градусов. На 25-35 минут до образования румяной корчи. Ориентируйтесь по своей духовке. Блюдо готово. Аромат, знаете, такой смешанный хлебом, рыбой и средиземноморскими приправами. И румяная хлебная корочка. На отдельную тарелочку выложу хлеб, чтобы он оставался хрустящим и румяным. И отдельно выкладываю рыбу. Резать я ее не буду. Видите, кусочки вполне хорошие. Лук. Рядом положу несколько помидорок. Как уже выше говорил, лук и помидоры это гарнир. Ну вот, как-то так. Блюдо готово. Смешанный аромат рыбы, обжаренных кусочков белого хлеба, запах средиземноморских приправ не оставит равнодушными ваших родных и близких. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Если блюдо вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»